3, 2, 1 Центр смешанных единоборств ТОП ТИМ Сибирь официально объявляется открытым! Взбодрить барнаульский спорт и объединить всех поклонников ММА независимо от пола, возраста и уровня подготовки. Один из крупных в Сибири комплекс смешанных единоборств ТОП ТИМ Сибирь отпраздновал свой официальный запуск. Открытые тренировки, развлекательная программа и звездный гость дня спортсмен UFC Роман Копылов. К слову, строительство такого комплекса – первый краевой проект в рамках спортивного и государственно-частного партнерства. Часть средств для его создания предоставил сам основатель спортцентра Александр Локтев, а остальное – краевой и городской бюджеты. Вместе получается создавать такие социальные проекты. И вот с коллегами, инвесторами мы советуемся, и может быть объединив усилия, опять же совместно с муниципалитетом или с правительством нашего края, тоже создать что-то подобное, но уже нечто в больших масштабах. Это и коммерческая составляющая, и социальные часы, которые будет предоставлять инвестор для занятия физической культурой и спортом в муниципальном школах. Это уже вторая точка спорткомплекса. По словам самих организаторов, новый формат строений позволит ММА выйти из подвалов устаревших секций. Просторный светлый зал, борцовский ковер, кроссфит-зона, оборудование для силовых тренировок. Он на самом деле один из крупнейших наших проектов, и мы очень рады, что нам удалось его совершить и непосредственно прибыть на открытие. Спасибо еще раз Александру, что позвал нас. Мы старались успевать за ним, старались все эти детали проработать вместе с ним, и уже непосредственно реализовали так, как это выглядит сейчас. Звездную тренировку для ребят провел чемпион мира по рукопашному бою сибиряк из Кемеровской области Роман Копылов. Спортсмен рассказал, что когда-то и для него спортивный зал в родном поселке стал стартом в карьеру большого спорта. Нет, в простом зале мы тренировались, даже первое время без матов, просто на деревянном полу. Очень рад, что у Парнаули появился именно такой современный зал, который отвечает всем требованиям, который может подготовить спортсменов, профессионалов. Несмотря на то, что мы начали где-то с 2015 года развивать ММА в крае, мы уже на уровне России достаточно хорошо двигаемся. Я бываю на различных сборах, по разным городам езжу, в целом и за границей бывал. И, честно сказать, у нас хороший уровень ММА, у нас много залов, у нас много спортсменов.